А у нас на связи Андрей Руденко, военный корреспондент ВГТРК в Донбассе. Андрей, добрый день. Добрый вечер, Борис. Да, добрый вечер, вернее уже, да, прошу прощения. Все правильно. Андрей, что сейчас происходит в Донбассе? Вы как действительно журналист, тоже находящийся на переднем крае, очевидно, очень тонко ощущаете вот те настроения, которые там есть. Все-таки я задам еще раз вопрос, который я задавал Ольге. Возможно ли большая война и что сегодня там происходит? Действительно, какие ваши ощущения? Борис, ну я бы не был таким оптимистом, как Ольга, потому что все-таки военная помощь с Америки идет Украине. И это говорят сведения разведки, которые фиксируют прибытие самолетов транспортных из США, из Канады, из Катара. Хочу напомнить обстрел, который был в марте, там использовались мины 60-го калибра, это натовского образца, целенаправленно били по населенному пункту Еленовка. Это было показательно, это был мессендж, что ребята нас поддерживают, и мы готовы ко всему. И как раз это были одни из первых таких серьезных обстрелов населенных пунктов. Что касается помощи Российской Федерации, так Америка 7 лет добивается как раз этого, втянуть Российскую Федерацию в войну на Украине. И сейчас как раз вот тот момент, когда Украина по команде своих западных партнеров пойдет в атаку, если, конечно, простите за выражение, яиц им хватит, но все для того, чтобы пойти, у них уже есть. Только по отчетам ОБСЕ за вот эти несколько месяцев сюда подтянули более 600 единиц техники. Вы вдумайтесь в это количество. Это то, что зафиксировали иностранные наблюдатели. А то, что не зафиксировано, я уверен, гораздо больше. Еще месяц назад напротив позиции Донецкой Народной Республики стояло по живой силе 1 к 5, по технике 1 к 8. Поэтому уверенным бы я не был, что этот накал, который сейчас потихонечку нарастает с каждым днем, закончится как обычно. Но, конечно, мне хочется, чтобы войны не было, как и всем людям. Но многие факторы говорят, что сейчас война как никогда возможна и, возможно, довольно-таки серьезнее, чем даже была в 2014 году. Сейчас местные власти готовят убежище для жителей на линии соприкосновения. Люди понимают всю сложность ситуации. Но самое интересное, я разговариваю с людьми и спрашиваю, ну, может, вы выйдете с линии соприкосновения, ведь страшно. Никто уходить не хочет. Люди говорят, да мы не будем, мы устали бегать, мы будем здесь. Будет, что будет. И многие, конечно, надеются, что Россия поможет и что сможет остановить то, что возможно. Конечно, я надеюсь, что киевские политики все-таки подумают о своих людях, которые живут в Украине, и их это остановит. Но то, что сейчас происходит у меня, внутри от этого закрадывается какая-то опасность, чувство опасности и возможности того, что все-таки в ближайший момент может начаться новый виток кровопролития. Ситуация сложная, на самом деле очень сложная. Ну, Андрей, но вот помощь России, она очевидна в этой ситуации? То есть Россия, ведь теперь мы понимаем, что Россию ставят перед выбором, когда уже, ну, просто как-то осторожно поддерживают или там, по крайней мере, не выпячивать свое участие, присутствие станет невозможно. Очевидно, нас, собственно говоря, к этому и толкают, чтобы мы открыто начали защищать Донбасс. И вообще, может быть, пора это сделать, наконец? Чего мы стесняемся? Давайте я вам так скажу. Вот при всей сложной ситуации на данный момент внутри Донецкой Народной и Луганской Народной Республики нет вооруженных сил Российской Федерации. Вооруженные силы Российской Федерации стоят на границе с республиками. Ну, та часть, которую мы видим по интернету и так далее. Ну, на границе России там, условно говоря. Да, да, конечно, конечно. На собственной границе, где имеет право находиться техника вооруженных сил России. Причем, почему-то этот вопрос сейчас очень сильно беспокоит Соединенные Штаты Америки, но при этом их не беспокоит, что к линии ДНР и ЛНР стянуто практически все, что есть у Украины. Ситуация какова? Будет помощь или не будет, знаю только в определенных местах. Здесь все надеются на эту помощь. И без этой помощи вооруженные силы Донецкой Народной Республики, вооруженные силы Луганской Народной Республики не устоят. Это очевидно. Любому военному это понятно. Насколько бы ни были здесь мотивированные люди, никто назад отступать не будет, но перевес в таком количестве, вы сами понимаете, остановить поезд кулаком, ну, сложно. Тем более, армия Украина это не та армия, которая была в 14-м году, все-таки 7 лет Минских соглашений они потратили на не урегулирование конфликта, а на то, чтобы перевооружить армию и воспользоваться западными инструкторами, которые присутствовали практически все 7 лет на учебных базах, и там довольно-таки неплохо подготовлены вооруженные силы. Насколько им хватит духа, это уже второе, все-таки против шквального огня, который будет открыт, ну, ой, как сложно идти вперед. И это все понимают. Но армия мотивирована. Вооруженные силы Украины давным-давно забыли про котлы. Там работает хорошо информационная программа, которая внушает, что Россия не заступится, что армия Украина на сегодняшний день это чуть ли не лучшая армия Европы, а то ли и мира, понимаете? И эта информационная работа дает свои плоды. На сегодняшний день, вот давайте даже по цифрам. Если при приходе товарища Зеленского к власти в Украине было всего лишь 10% от общего количества населения за активизацию боевых действий на территории республик, на сегодняшний день это 40%, вы вдумайтесь в эту огромную цифру. Даже если на сегодняшний день политики договорятся и военные что, военные исполняют приказы, им сказали уйти, уйдут. Но накручивание населения, как объяснят те же Зеленские и его компания радикалам, почему они ушли? Они там получат второй Майдан, а может быть и третий, и серьезные волнения, которые могут снести их власть под этим соусом. Потому что, я думаю, Порошенко не упустит своего шанса в этот раз дать пощечину Зеленскому. Конечно, конечно. Поэтому Зеленский, ну, это не опытный политик, это всем понятно. Человек два года назад еще выступал со сцены в роли комика. Ничего плохого в этой профессии нет, это прекрасная профессия. Но политике надо учиться. Когда мне говорят, что в Америке тоже был актер, президент, говорю, ребят, так он до этого лет 15 был сенатором. Он в политике был ни один и ни два года. Не прознал сразу со сцены, да, в президентское кресло. Конечно, конечно. А на сегодняшний момент Зеленский себя поставил в очень сложное положение. Или там Майдан, или здесь война. Плюс, конечно, влияет еще и Северный поток-2, который возможно, точнее невозможно отдаст строиться, и Украина потеряет транзит газа. Это, извините, 7 миллиардов. Это огромное количество. Уже Украина на сегодняшний день недополучает около 30% бюджет. Точнее, 30% всего бюджета своей страны от того, что потеря идет от турецкого потока. Сейчас турецкий поток-2 дальше проходит, и они опять получают экономический убыток. То есть у них нет, собственно, сейчас экономической безопасности, и по сути, вот как раз вот эта война может с помощью Соединенных Штатов Америки не дать Российской Федерации достроить Северный поток. По сути, вот все эти факторы складываются в одно, что Зеленского нужна война. Ольга говорила о том, что судьбу Украины решают три государства. Это Россия, Германия и Франция. Я бы так не сказал. Судьбу Украины решает одно государство. Это Америка на данный момент. Потому что там сидят ее клоуны, которыми она руководит. Соответственно, Америка скажет вперед, и им будет плевать, сколько гробов приедет на Украину назад, отсюда. Вспомните расшифрованные разговоры Порошенко и государственных деятелей Украины, где просто открытым текстом будете делать то-то, отчет тогда-то. То есть все, кураторы звонят и четко ставят задачи. Ну, вы извините, если в недавнем прошлом приезжал Байден и ставил прокуроров Украины, увольнял кого-то, кого-то ставил. Но о чем здесь можно говорить, где это возможно? Это только возможно где-то в странах третьего мира, когда приезжает западный вассал и руководит и показывает кому, где, на каких местах сидеть. И как будет Украина угнетать собственный народ, сколько они должны сделать цену на коммунальные услуги, какие должны быть реформы и так далее. Но вы извините, когда страной руководят извне, о чем здесь можно говорить? О каких там испугах или неиспугах? Они будут делать ровно то, что им скажут. И им плевать, сколько людей в Украине за чьи-то интересы погибнут. Это уже давным-давно всем понятно. Поэтому я с большой уверенностью могу сказать, мы в ближайшее время ждем здесь эскалации конфликта. Насколько этот будет серьезный конфликт, мы посмотрим. Тоже клоуны разные бывают, могут отработать свои там задачи, но не так рьяно. Где-то устроят несколько локальных стычек, ну серьезных стычек. Но на полноценную кровопролитную войну не пойдут. Надеемся, конечно, и на это. Но то, что возможность большой войны огромна, это, на мой взгляд, очень большая вероятность на данную минуту. Сейчас их останавливает. Вот на данный момент только погодные условия. Так как здесь идут уже несколько недель дожди, только закончились морозы, почва сырая, техника не пройдет. У нас примерно, ну, две недели, так, ну, плюс-минус, до момента, когда подсохнет техника, и вот тогда мы уже можем говорить, будет или не будет. Если вот в этот период Украина не пойдет, тогда уже возможность, что все-таки решение конфликта разжечь с новой силой отошло. Потому что если появится зеленка, уже наступать будет сложнее. Ну, с другой стороны, опять же, вернусь к своей прошлой речи, им плевать, сколько людей здесь погибнет. Вот такая ситуация на сегодняшний день здесь. Плюс ежедневные обстрелы. Буквально час назад обстреливали район западной окраины Донецка, это водяная, накладывают постоянно минометами, бьют минометами калибром 120 мм, 82 мм. Эти орудия давным-давно запрещены вторыми минскими соглашениями, и они спокойно работают по линии соприкосновения. И вы посмотрите, погибли 4 военнослужащих украинской армии, причем подорвались сами же на своих минных полях, так как происходят постоянные ротации, и там командиры друг другу продают карты минных полей. Видимо, не сошлись по цене. И потом, после каждой ротации, приходится запускать саперов для того, чтобы они разминировали минные поля, которые до них поставили их же побратимы. И вот в этот раз не получилось, подорвались весь мир об этом, со слезами рассказывал, как же так погибли. Накануне 4 апреля погиб мальчик 4 года. До этого 71-летний старик. Кто-нибудь хоть слово сказал об этом из западных партнеров, никто даже не вспомнил. Поэтому говорить о каких-то там страхах, Украину оправдает весь мир. Даже будут тут миллионы человек погибнуть, не дай бог, конечно. Поэтому, если Россия не поможет, конечно, здесь будет очень сложно. Андрей, спасибо вам огромное. Вы очень хорошо придали такую недостающую завершенность нашей беседе с Ольгой Макеевой, вообще вот этой всей нашей теме. То есть мы видим, да, что клоуны бывают и боевые. И, по крайней мере, это-то как раз и плохо. Потому что военные все-таки, они иногда понимают, что такое стратегия, тактика. А вот клоун может пойти до конца. И мы видим, что будет. И вот эта стойкость, конечно, этих людей, которых мы там видим, и представителей которых мы видели только что, она внушает уверенность в том, что все равно они не пройдут. При том, что мы должны понимать, что здесь есть ключевая разница менталитетов. На Донбассе понимают, что война это тяжелое, кровопролитное, очень сложное дело. Украинцы хотят победить легко, осторожно. Они хотят сделать так, чтобы вот, понимаете, так это все было, чтобы как можно меньше страдать. Там все прочее, типичная американская такая, знаете, форма войны, когда никто не должен, по сути дела, страдать. И поэтому мы понимаем, что в этих условиях, когда одни люди сражаются за свой дом, а других бросают в том, кто сражаться со своими, для того, чтобы выполнить задачу какого-то там дряхлого американского старика, то, конечно, понятно, кто победит в этой ситуации. Когда сходятся честный солдат и наемник, понятно, что всегда побеждает честный солдат, а не тот, кто воюет за деньги.